группы общались между собой я искала по этому поводу информации к сожалению мне удалось не удалось найти более подробно можешь погуглить тоже мне само это интересно как именно это у них там было устроено внутри там одна собака видела что другая нет конечно вы рассказали вот каким-то образом потом проверяли психологическое состояние крысы проявляется в том как крыса реагирует на окружающую среду у крыс вообще часто изучается их поисковая активность и нюхательная активность потому что крыса в нормальном бодром состоянии она будет проявлять естественный интерес к окружающей обстановке и в принципе вот это можно оценить да если эти модели общие для человека на каком уровне развития нервной системы это не ошибка работы нервной системы это тот принцип по которому она работает это наша оптимизация в поиске если ты график покажешь предыдущий вот этот вот график взрывной опрос простите пожалуйста давай давай взрывное опросение приходит в ответ на пропадание стимула это значит что нужно чуть-чуть сильнее поискать потому что вот же только что он был значит кто-то нашел кроме меня значит надо чуть-чуть сильнее поискать и основанные дуэки ягоды он скорее в очень на беспомощности да на каком уровне происходит можно ли считать что вот народы которые живут при данных режимах они у них тоже с игром и ночного бездействия можно так считать и он будет сохраняться после например падения этого режима какое-то время он будет сохраняться потому что это поведение даже если в принципе даже если пока лапки не начнут приставлять да пока они не начнут грызть палочкой и так далее на самом деле то есть даже у людей у которых такой паттерн поведения устойчивый сформировался в детстве оно может сохраняться на протяжении всей жизни если с этим ничего не делать а еще вопрос лечить ли вариативное подкрепление синдром вынужденного бездействия каким образом ну например человек долго пролежал недвижим например мы берем случаясь инсульсия или чем то еще здесь понятно что у него довольно долго будет сохраняться этот синдром то есть ему нужно будет внешнее воздействие для того чтобы он двигался снова и пытался это делать и так далее но если мы с примером можем показать ему что в какой то момент у него все же станет получаться что как показать сейчас показать что у него что да я уже забыл про это я уже считаю что это нормой вот и уже двигаться не собираюсь но вдруг не смог показать но вдруг я понимаю что в какой то момент времени все же что там происходит все же например рука взялась длинулась можно ли на этой базе спармировать вариативное подкрепление вытащить человека я не скажу насчет вариативного подкрепления но в принципе есть вспомогательные методы лечения как бы восстановления подвижности когда конечности двигаются у человека пассивно то есть кто то их двигает это уже помогает восстановить иннервацию например в конечностях и так далее а вопрос внутренней мотивации ну как бы это уже отдельный вопрос но на физиологическом уровне это тоже работает богдан ты хотел ответить скажи лечение а точно да я имею в виду некоторые области это постоянное потому что если нужно навык формировать заново то тут тоже нужно постоянное просто для формирования четкой обратной связи Это не решает вопросов с мотивацией, это решает вопросов с обучением заново. Как влияют внешние источники информации на приобретенный синдром беспомощности у человека? То есть, например, человек совершает какое-то действие, и он приобретает синдром и считает, что все, он не может никак на него влиять. Но Вы же не просто так сказали нам не подсматривать и к другим людям. То есть, как внешние источники информации, которые могут приходить к человеку вне зависимости от этого, могут повлиять на развитие или наоборот борьбу с синдромом беспомощности? По поводу не подсматривать, в частности, в этом опыте, когда люди верят, что окружающие люди поднимают руки, у них получилось, а у самого человека не получилось, то это как бы усугубляет ситуацию. Не, а вот, ну, это очень важный вещь. Ну да. Это работает, потому что ты видишь, что другие подняли руки, а ты нет. Это я понимаю. А ты еще не знаешь, что у всех разные варианты. Я понимаю. Ну, слушай, если, к примеру, я занимаюсь с какой-нибудь деятельностью, если я еще на нее ответ, я еще, еще, еще и не нахожу никакого ответа, у меня вырабатывается, что вот, блин, я не найду никогда никакого ответа, но с внешней стороны там поступает какая-то информация, или я иду на какое-то занятие, или еще что-то. То есть появляется информация, которая кардинально отвечает на мой вопрос. Ну. Насколько она будет, ну, и воспринята, и насколько она поможет тебе? Это будет зависеть еще от твоих личных свойств, потому что тут еще то, насколько человек сопротивляется выученной беспомощности, и насколько легко он выходит из этого состояния. Тут еще другие факторы, в частности, локус контроля, то есть внешне или внутренне. То есть ты считаешь то, что происходит с тобой твоей ответственностью, или как бы влиянием внешних факторов. Там много таких факторов, то насколько ты сам склонен к поисковой активности, когда ты с чем-то таким сталкиваешься. Поэтому, может быть, тебя это выведет из этого состояния, может быть, нет. Таня, а можно немножко по тому слайду? Там, где более, показаны различные виды подкреплений. Нет, кажется, там подозрительно ровные линии, я что-то не пойму, это с людьми связано? То есть вот эти графики, это когда поведение людей... Нет, животных. Животных. Когда объясни немножко, что точки на них обозначают, то что же я говорю, неподозрительно ровные линии. Ровные линии означают... В смысле, вот, например, вот здесь ровная линия, значит, что ничего не происходит. Ничего не происходит. Здесь такая линия, ну, я подозреваю, что это аппроксимация, значит, что здесь предпринималось много попыток вот за этот интервал времени. То есть была поставлена точка здесь, здесь произошло много попыток, следующая точка. В этих случаях они происходят скачкообразно, то есть много попыток паузы, много попыток паузы. А в этом случае просто они более равномерно разбросаны по времени. Сюда, можно аппроксимация. А с левой стороны там вот эти точки что? Вот эти вот черточки, это те моменты, когда выдавалось подкрепление. То есть имеет смысл человеку сначала платить, платить, платить зарплату? А потом давать или не давать премию перед Новым годом? Нерегулярное подкрепление. Это часто используется, да. А вот первая линия сравнилась с автоматом Кока-Колы. Я думаю, что если он иногда не будет давать Кока-Колу, то человек не будет туда все-таки чать. Нет, нет, это раздражение него, автомат, он не всегда дает монетки, а оттуда за столом застает. То есть это тогда они все такие. То есть если тебя ожидаешь от него, он же не даст. Ты просто уйдешь от него и больше к нему не придешь, чтобы дело поломался. Но здесь у тебя было постоянное подкрепление, а при постоянном подкреплении как раз вот все, автомат не выдал Кока-Колу, все, я больше туда не пойду. А если он изначально бы время от времени тебе выдавал? Да, ну почему, допустим, при привыкании к наркотикам периодически проблемы со здоровьем не приводят к такой же употреблению? Честно, я не эксперт по наркотикам, но если там уже есть физиологическая зависимость, то у тебя уже на это будут другие факторы работать. Я не эксперт по похмелью по утрам, честно. Я не святой человек. Я проявлющил вопрос. Да. Собственно, известно, какие-то похожие эффекты не у подкрепления, а у наказания. Нерегулярное наказание, нерегулярное. Нерегулярное наказание более действительное. То есть оно работает так же, как у подкрепления? Нерегулярное наказание, ребят. Вспомните истории лагеря, концлагеря и все прочее. А, да. Те группы заключенных, которых просто равномерно наказывали, ничего так переносили в лагерь. Те группы заключенных, которых рандомно наказывали, невзирая на то, как они себя ведут, кончались с самоубийством, из них никто не... Это будет в первой части к неконтролируемому стрессу, кстати. Это просто непредсказуемый стресс? Да, с непредсказуемым интервалом. Все, это да. О, слушаю, есть еще вопрос. А с чем связано то, что происходит вот этот взрыв? То есть почему именно организм старается совершить как можно больше однообразных действий, чем найти какое-нибудь одно альтернативное, но схожее с этим действие? Ну, перед тем... То есть раньше ты получал какой-то ответ на свои действия. Тут ты перестал его получать, но ты, ну как тебе сказать, ты попытаешься это сделать снова. Возможно, что-то ты сделал не так. Возможно, как бы стоит попытаться еще раз. Ну, после этого ты поищешь другой метод. Почему? Если ты поймал человека сразу, то за то время, пока ты будешь альтернативный путь, или его поймать искать, он уже уползет. Другие методы неизвестно, работают или нет. Этот метод работал. Только что, вот он работал. Блин, почему он не работает? Давай реалистичный пример. Давай. Есть две модели поиска очков дома. Есть специальное место, куда я их кладу. Я прихожу туда, если их там нет, то я сразу кричу тревогу. Эй, ребят, помогите очки найти. Но иногда я знаю, что я вчера куда-то их кинул. Это вот нерегулярное, нерегулярное предпринимание. Куда-то кинул. Я знаю, что где-то они вероятностно есть. Я их могу минут 15 искать. А потом мои ребята ящики ищу. Не хочешь вспомнить? То есть, постоянное предпринимание. Я знаю, что есть место, оно надежно, как автоматского какого-то. И есть ненадежное место где-то. И вот где-то ты ищешь дольше. Место ненадежное, а ты привык играть в лотерею дольше. Читайте. Вопрос. А вот механизм игрок-автоматов, когда он вообще не выдает, не выдает, выигрыш, вы там, бог, основан. Основанно, может быть, с собой нерегулярно. Он на нем и основан как раз. И отлично по этому работает. Все? Если случайно провести собрание с пятью лекциями внезапно, то повысится ли интерес к лекциям? Если случайно, конечно, про лекции делать. Мы сегодня специально перенесли перерыв для того, чтобы сделать неожиданно. Мы захватили ему интерес. Что ж, это и все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ